Здравствуйте! Рада приветствовать вас на уроке. Тема нашего урока – стилистические возможности бессоюзного сложного предложения. Мы будем говорить на речевую тему – мода и народный костюм. Сегодня на уроке вы узнаете о стилистических возможностях бессоюзного сложного предложения. Научитесь использовать полученные знания на практике и сможете рассказать о моде и народном костюме. Но прежде мы познакомимся с новыми словами – ансамбль, вульгарный, гуляние, модель, модельер, рубаха, сарафан, ассортимент. Давайте посмотрим, что означают эти слова. Ансамбль одежды – это комплект одежды. Вульгарный, лишенный вкуса. Гуляние – совместный отдых группы людей под открытым небом. Модель – образец какой-то одежды. Моделер – это специалист, который разрабатывает модели одежды. Рубаха – часть русского национального костюма. Вид рубашки. Сарафан – женская одежда, платье без рукавов, надеваемое поверх рубашки блузки. Ассортимент – перечень, набор чего-либо. А теперь обратите внимание на опорные слова. Народный, классический, элегантный костюм. Праздничная, повседневная, добротная одежда. Молодежное, вечернее, народное гуляние. Русская, нарядная, рабочая одежда. Русский, яркий, сарафан. Праздничный, привлекательный, вечерний ансамбль одежды. Молодежная, интересная, элегантная модель одежды. Талантливый, известный, французский, художник, модельер. Мы познакомились с новыми и опорными словами, с которыми придется работать на уроке. А сейчас переходим к выполнению упражнений. Обратите внимание на экран. Составьте словосочетания со словом «русский» и следующими именами существительными. Давайте посмотрим, какие у нас получили словосочетания. Русская рубаха, русский сарафан, русский костюм, «русская одежда», «русское гуляние». К следующим именам существительным подберите имена прилагательные. Давайте посмотрим, какие прилагательные сочетаются с этими существительными. Праздничный ансамбль одежды, молодежная модель одежды, известный модельер. Переходим к выполнению следующего задания. От данных прилагательных образуйте имена существительные. По какой модели вы сделаете это? Давайте посмотрим, какие у нас получились имена существительные. Привлекательный – привлекательность, элегантный – элегантность, талантливый – талантливость, небрежный – небрежность. Посмотрим следующие слова. Жизнерадостный – жизнерадостность, очаровательный – очаровательность, неряшливый – неряшливость, вульгарный – вульгарность. Все существительные образованы по одной модели. Корень слова плюс суффикс – ось. А теперь подумайте и скажите, какие из полученных слов нужны при положительной характеристике человека? Давайте посмотрим ответ. Это такие слова, как привлекательность, элегантность, талантливость, жизнерадостность, очаровательность. Выполняем следующее задание. Образуйте прилагательные по модели существительное плюс суффикс – n. А теперь посмотрим, какие прилагательные у нас получились. Наряд – нарядный, вечер – вечерний, праздник – праздничный, каприз – капризный. Надеюсь, что вы правильно выполнили все задания. Сегодня на уроке мы будем с вами говорить о моде и народной одежде. Мы сейчас с вами прочитаем текст, посвященный русской народной одежде, которая является частью национальной культуры. Русский народный костюм – часть национальной культуры. В одежде прочно и наглядно слились два начала – духовные и материальные. Народ всегда волновало, во что одеться, как защитить себя от холода и дождя, не выделяясь при этом как богатством, пышностью, так и бедностью, и то, и другое было плохо. В этом суть народного отношения к одежде. Она проявилась в простоте народного костюма, в чувстве меры, в экономической доступности, в красочности и многообразии. Народному отношению к одежде была характерна, прежде всего, удивительная бережливость. Был сильнейший контраст между рабочей повседневной и праздничной одеждой. Красота понималась как здоровье и благополучие. Костюмы показывали это. Одежда и для девушки, и для парня много значила. Из-за нее не спали ночами, зарабатывали деньги. Многие стеснялись ходить на гуляния до тех пор, пока у них не появится нужный наряд. Ответьте на вопросы. Почему народный костюм считается частью национальной культуры? В чем проявляется отношение народа к одежде? Что характерно для народной одежды? Основу женского наряда составляли рубаха и сарафан. Рубаха шилась закрытым воротом и широкими рукавами. Ворот и рукав рубахи делались с мелкими складками. Ворот вышивался. По подолу шли строчки и кружева. Поверх рубахи женщина надевала шестяной сарафан. Его верхний край был выше груди. По талии сарафан обхватывался поясом. Носили его и без пояса, особенно в теплое время. Юбка отличалась от сарафана. Она держалась на поясе. Для нее ткали особую, узорную, часто шерстяную ткань. Ансамбль русской одежды всегда отличался яркостью красок. В вышивках крестьянских рубах отражены традиционные образы народного творчества. Коня, птицы, дерево жизни. По народным понятиям птица несла радость, цвет, добро. Дерево символизировало вечно живую природу. Конь выражал силу небесного светила. Выразите согласие или несогласие с приведенными утверждениями. А теперь проверьте себя. Основу женского наряда составляли рубаха и сарафан. Правильный ответ – да. Рубаха шилась с открытым воротом и узкими рукавами. Правильный ответ – нет. Сарафан должен был быть красного цвета. Нет. Ансамбль русской одежды всегда отличался яркостью красок. Правильный ответ – да. В вышивках крестьянских рубах отражены традиционные образы народного творчества. Правильный ответ – да. А теперь переходим к выполнению следующего задания. Определите вид предложений. Составьте схемы. Поверх рубахи женщина надевала шерстяной сарафан. Его верхний край был выше груди. По талии сарафан обхватывался поясом. Носили его и без пояса, особенно в теплое время. Схема предложения выглядит вот следующим образом. Здесь четыре простых предложения. Юбка отличалась от сарафана. Она держалась на поясе. Для нее ткали особую, узорную, часто шерстяную ткань. Это бессоюзное, сложное предложение, которое состоит из трех простых предложений. Это видно на схеме. По народным понятиям птица несла радость, свет, добро. Дерево символизировало вечно живую природу. Конь выражал силу небесного светила. Схема предложения будет выглядеть таким образом. Она состоит из трех простых предложений. В тексте употребляются бессоюзные сложные предложения. И в них описываются черты русского национального костюма. Они помогают сделать высказывание, описание лаконичным, точным. Народные костюмы нашли отражение и в современной моде. Многие моделеры используют элементы национальной одежды в своих работах. Сейчас мы с вами прочитаем текст об известном моделлере Вячеславе Зайцеве, который также использует элементы национальной одежды в своих работах. Вячеслав Зайцев – один из наиболее известных модельеров. Главная его забота – создать необходимый ассортимент красивых изделий, отвечающих современным эстетическим требованиям. И Зайцев действительно сумел реализовать свои идеи художника-модельера в элегантных моделях. Вот что говорит Зайцев о русской моде. Русская мода – часть интернациональной моды. Для нее характерна демократичность, народные традиции. Нам всегда будут нравиться сарафаны, рубахи, дубленки. Русская народная одежда всегда привлекала моду мира мудростью и удивительной простотой. Кроме того, она постоянно на нее влияла. Каждое десятилетие интерес к русской моде усиливается. За ним стоит неослабевающий интерес к познанию русского характера. А сейчас обратите внимание на модели в народном стиле, созданные Вячеславом Зайцевым. А сейчас выполним следующее упражнение. Соедините простые предложения, бессоюзные. Проверьте себя. Для русской моды характерна демократичность, народный дух, традиции. Нам всегда будут нравиться сарафаны, рубахи, дубленки. Проверьте себя. Русская народная одежда всегда привлекала моду мудростью и удивительной простотой. Она постоянно на нее влияла. Проверьте себя. Каждое десятилетие интерес к русской моде усиливается. За ним стоит неослабевающий интерес к познанию русского характера. Национальные костюмы любого народа смогут рассказать об истории, культуре, о ценностях этого народа. Мы узнали с вами о русской народной одежде. И сейчас мы поговорим о кыргызской народной одежде. Кыргызские женщины испокон веков носили длинную свободную одежду. Удобную не только для ведения домашнего хозяйства, но и для верховой езды. Последние десятилетия отечественные дизайнеры делают упор на этнический стиль в одежде. Кептакая – это женский головной убор. Раньше его носили незамужние девушки. После замужества поверх кептакая надевали другой головной убор – элечек. Платье с орнаментом. Раньше вышивали различные орнаменты, нашивали бусы. Сейчас такое платье есть у большинства кыргызских женщин. Чептама – женский жилет до пояса, безрукавка. Женщина носит ее поверх платья. Этот теплый и легкий вид одежды в основном носили дома. Сейчас же он стал частью гардероба на выход. Бельдемчи – женская одежда, которую носят поверх платья ниже пояса. Имеет широкий подол, верхняя часть заужена, состоит из двух клиньев. Края украшают орнаментом, кисточками. Бельдемчи носят весной, осенью, но особенно оно уместно зимой. Сейчас бельдемчи – самый популярный вид этно-одежды. Чапан – это одна из разновидностей верхней одежды, широко распространенная в прошлом. Благодаря кыргызскому дизайнеру Джумагульсариевой в наши дни Чапан вновь популярен. Запишите домашние задания. Напишите эссе-описание на тему «Национальная кыргызская одежда». Наш урок подошел к концу. Сегодня на уроке вы узнали о стилистических возможностях бессоюзного сложного предложения. Мы с вами узнали об особенностях национальной одежды русского и кыргызского народов. До свидания, ребята! До встречи в эфире! Субтитры создавал DimaTorzok